Не, внимание, тупая шутка. Что сказал Кури Тейлор, когда ударился мизинцем об табуретку? Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School, и вот, наконец-то, мы приступаем к разбору вокала. И сегодня на нашем операционном столе сам Кури, мать его Тейлор из группы Slipknot. Но, перед тем, как мы начнем наше видео, мы хотим, чтобы вы поставили ему лайк сразу же, подписались на канал, написали в комментах, ох, как интересно, или ох, как все плохо. И не забываем про ссылочки внизу, особенно про DonatePay. И обязательно записываемся на занятия. Ага, первое пробное бесплатно. Итак, переходим, собственно говоря, к Subj. Данного Subj мы выбрали, потому что у Slipknot близится новый релиз. Это ли не повод нам с вами изучить вокал Кури? Итак, начнем мы, наверное, с биографии, собственно говоря, как вы любите. Кури Тодд Тейлор родился в городе Демойн, Айова, 8 декабря 1973 года. Его отец имеет немецкое происхождение, а мать ирландская. Пять лет жил в городе Уотерлоу, Айова, в месте, которое позднее он описывал, как огромную дыру, окруженную высокими зданиями. Почти как твоя бывшая. Большую часть детства Кури воспитывал со своей матерью-одиночкой и бабушкой. И тема семьи у Кури Тейлора во многих песнях поднималась, кстати. Особенно, я вообще не понимаю, зачем такой мув делать, но в песне Айла со вторым куплете он почему-то вплетает отца. В 1979 году Тейлор вместе со своей матерью посмотрел научно-фантастический телесериал Бак Роджерс в 25 веке, что заложило часть слепнот в него. После Хэллоуина, когда Кури заинтересовался темой ужасов, масок и костюмов, бабушка познакомила его с миром рок-музыки и рок-н-ролла, показав ему свою коллекцию пластинок Элвиса Пресли с середины 50-х до конца 70-х годов. Особенно он отметил для себя такие песни, как Тедди Бэр, Инди Гетто и Соспишес Майн. А в юношеском возрасте Кури начинает слушать ранние записи Блэк Саббат. Позднее Тейлор с матерью и сестрой жили в старом полуразрушенном доме. Осенний вид и из его окна ассоциировался для Кури с обложками альбомов Блэк Саббат. В 10-летнем возрасте начал курить. В 12-летнем Кури впервые попробовал тяжелые средства. Позднее он дважды попадал в больницу из-за того, что перенюхал Тайда. Вскоре он переезжает к своей бабушке. На тот момент она взяла на него официальную опеку для того, чтобы у Кури появилась возможность доучиться в школе, которую из-за частых переездов он бросил после 4-го класса и стал помогать развивать его талант, покупая ему музыкальное оборудование. Когда Тейлору исполнилось 18, он ушел от бабушки и стал скитаться по разным местам, пока не обосновался в Дэмойне, где и собрал свой коллектив Стон Саура, а позже пришел Слепнот, как временный вокалист. Но оказался невременный. И вот, собственно говоря, по вокалу. Давайте рассмотрим, в принципе, два периода. Первый период будет как раз, когда Слепнот были мясные, когда вышел одноименник. А второй период, ну, где-то с Вол 3, так сказать, когда уже музон стал менее таким ебашельным, но стал более осмысленным. В плане вокала Кури обладает баритоном-вокальным диппозоном и охватывает от 2,5 до 3 октав. В первый период времен одноименник Кури рвал эмоциональным харшем души слушателей. Только вот ведь незадача, зацените. И вы, наверное, такие... Что? Да не, не, все норм, сейчас поясним. Изначально Кури пел несколько неправильно. Да, он врубал черпала, но звук выдается слишком уж форсированным, что накладывает напрягу знатную на голос. Но! Вы зацените этот размер. Это шея физуха Тейлора, прокачанная изначально на все легендарки, что, собственно, спасало его от моментального наказания при подаче мощнейшего потока воздуха. Поэтому точь-в-точь повторять не советуем. Но есть техники взаимозамещения. Например, ложными с примесью маленького количества воздуха, сухим расщеплением и точка. Но и этого будет мало. Вокал уникален также своей эмоциональностью. Интересно отметить также и надсвязочное и подсвязочное давление, которые негативно скажутся на любом вокалисте. Собственно, а кто же Кури помог? Эх, а могли бы быть Friday School. В жизни Кури появилась Мелисса Кросс, которая апнула его вокальные способности. Но! Кури попользовался советами и в итоге забил. Поэтому делает теперь как и делал раньше, что сказывается сиплым звучанием на последних лайвах. Но все еще оно звучит. Но это уникальность Кури, не более того. Ну и давайте подытожим наш анализ. Первое, что нам надо с вами помнить, это то, что вокал Кури уникален. И повторить его, ну, не то чтобы нереально, но как-то тяжеловато. Потому что все-таки шея, ребята, шея. Во-вторых, плотная работа над собой. Ну, не без косяков, конечно, но там спасает как раз-таки его природная уникальность. Ну, и давайте напоследок о самом главном. Как Кури Тейлор повлиял в свое время на поколение? Кури Тейлор наравне с Капрановым вдохновлял молодое поколение учиться гроулить, при этом не исполняя гроул. Тогда все казалось иным. Небо было выше, солнце было ярче, весь экстремальный вокал казался гроулингом, а Михаил был хером с горы. Но тем не менее, Кури заслуженно считается крутым вокалистом, хотя и медленно сходящим на нет. Да, это грустно, но короли не правят вечно, сын мой. А пока что? Мы можем наслаждаться слепнотом, лайвы все равно являются зрелищными. Кстати, мой любимый дизастерписес в Лондоне, советую. А какой ваш? Пишите в комменты. Ну, вот и, собственно говоря, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео вконтакте, в ютубе, везде, особенно в телеграме, мамам, папам, бабушкам про него рассказывайте. И всего вам доброго. Про ссылки в описании тоже не забудьте. Субтитры сделал DimaTorzok